Друзья, всем привет! Прекрасная погода, светит весеннее солнышко, которое к тому же еще и согревает. Рядом со мной, не спеша, журча, несет свои весенние воды река Ульба. Уже совсем скоро откроются многочисленные дорожки и направления, по которым можно будет добраться в удивительно красивые, а порой даже сказочные места. Сегодня я хочу отдать дань уважения автомобилю, который был в моем пользовании и эксплуатации без малого полгода. Это небольшой срок, поэтому довольно сложно судить и делать какие-то глубокие выводы. Поэтому все сказанное будет основываться на моих сугубо личных впечатлениях от эксплуатации в эти полгода, за которые было пройдено без малого 5000 километров. Речь пойдет о Ниве, классическом советском и российском автомобиле повышенной проходимости, выпускающемся уже более 40 лет. Это никоим образом не реклама и не пропаганда продукта российского автопрома, который при одном упоминании о нем вызывает у многих негатив и отторжение. Поэтому сегодня я опускаю много условностей и сравнительных сопоставлений и, так сказать, крупными мазками выражу свое послевкусие от эксплуатации этого предка компактных кроссоверов. В мои руки автомобиль попал осенью прошлого года, после продажи кроссовера Toyota RAV4 первого поколения. Морально я был уже готов к существенному снижению уровня комфорта и более тяжелому управлению вездеходом российского производства. Поэтому буквально за пару недель уверенно освоился на новом месте. При этом я даже не пытался найти объяснение каким-то неудобствам в расположении кнопок и органов управления, обзорности с места водителя и прочим моментам, за которые так и тянет ухватиться, чтобы с сарказмом описать это чудо-автомобиль. Напротив, я постоянно искал и по сей день не перестаю находить те плюсы, за счет которых Нива стала не только народным автомобилем, но и вполне популярным экспортным вариантом. Для себя я выделил два существенных, на мой взгляд, недостатка, один из которых вполне поправим. К первому относится невысокая надежность, низкое качество запчастей и комплектующих. Если проще, автомобиль постоянно подкидывает какие-то сюрпризы и не дает скучать. То шланг какой-нибудь замокреет, то перегорит лампочка. Радует лишь то, что при должном обслуживании и бережной эксплуатации о серьезных поломках можно не переживать. Машинка в этом плане никогда не подведет. А вот с мелкими поломками дело обстоит совершенно иначе. Иногда даже складывается впечатление, что машинка будто бы ждет, когда ты устранишь очередную мелкую поломку, чтобы следом подкинуть другую. Поэтому для себя я сделал вывод. Не спешите, не лезь, например, ремонтировать подкапывающий краник отопителя. В таких случаях я занимаю позицию наблюдателя, слежу, чтобы ситуация не усугубилась. И зачастую многие мелкие поломки просто самоустраняются. Про большую часть поломок среди невоводов даже ходят предания. К примеру, взять тот же самый краник отопителя. Дефектный узел переходит из поколения в поколение, сколько бы решений не было предложено народными умельцами по его доработке. В общем, Нива никогда не даст скучать, а это в наши дни немаловажно. Ведь как только у человека появляется свободное время, в голове самопроизвольно включается мыслительный процесс. Почему мы живем не так хорошо, как хотелось бы, и в чем смысл жизни? Такие лирические отступления могут надолго выбить из накатанной колеи. А время в наши дни – ценнейший и невозобновляемый ресурс. Второй недостаток, и это сугубо личное мнение, это небольшая вместительность салона. Первое время я усердно старался разместить весь свой дорожный шмурдяк, который путешествовал со мной в Тойоте, в багажнике Нивы. Но как бы я ни старался, вещи не входили. Пришлось использовать место на полу за водительским сидением, а часть вещей вовсе оставить в гараже. Если путешествовать в одиночку, то про недостаток места в машине можно не думать. Но вот о комфортной поездке с семьей, скажем так, из трех человек можно забыть. В плане вещей, которые я беру с собой в дорогу, я не отношусь к категории минималистов, поэтому я обозначил, что рассматриваемая проблема является очень субъективной. Более того, полезное место в Ниве можно увеличить без особых проблем. Решается это путем установки верхнего багажника, а при желании установкой также автобокса, в который можно уложить раскладывающиеся стульчики, столик, динамическую буксировочную стропу и многое другое. Одним словом, решение этой проблемы имеется. Наверное, единственный момент, о котором я не задумывался, так это организация спального места в машине. Не задумывался потому, что Нива у меня во временном пользовании. Тем не менее, уверен, что и эту тему преданные Нивоводы с большим опытом путешествий не обошли стороной. Любая проблема имеет решение, а порой не одно. Если же решение найти не удается, значит это не проблема и о ней не стоит думать. Так гласит японская народная мудрость, которую я очень часто вспоминаю после того, как пересел на автомобиль российского производства с корнями из советского прошлого. Если говорить о положительных сторонах этого компактного российского кроссовера, которые четко обрисовались за столь недолгий срок эксплуатации, то отдельно хочу отметить очень приятно удивившую меня проходимость Нивы. Опять же, я сравниваю с Тойотой, что возможно не совсем корректно. Тем не менее, этот маленький вездеход при правильном и неспешном пилотировании способен на многое. А наличие блокировки межосевого дифференциала и понижающей передачи, вкупе с небольшой массой автомобиля, делают его достойным представителем своего класса. Вообще же, с точки зрения достижения целей и задач, инструменты могут быть разными, и у каждого инструмента свое назначение. Глупо пытаться ехать на Ниве по раскисшей лесовозной колее, в которой вязнут подготовленные тяжелые внедорожники. Конечно, если не преследовать иных целей. При этом Нива в большинстве случаев может с легкостью протиснуться там, где для большого внедорожника нет даже намека на дорогу. Как бы то ни было, но сегодняшняя цель путешествия, пусть и не без труда, была достигнута. И я сполна могу насладиться шикарными пейзажами и притягивающими видами, от которых сложно отвести взгляд. Больше мне добавить нечего, хотя рассуждать и обсуждать тему про Ниву можно бесконечно, как, собственно, и вопрос выбора автомобиля в современных реалиях. Когда современными автопроизводителями во главу угла ставится вопрос увеличения объема продаж путем снижения качества и уменьшения ресурса. Но это уже совсем другая история. Для себя я выводы сделал. Автомобиль мне очень понравился, и это при всех его недостатках. О 5000 пройденных километров остались только лишь приятные воспоминания, что, собственно, и подтолкнуло меня сделать это видео. Тем более, такое право у меня есть, и мои слова подкреплены личным опытом, пусть и не столь продолжительным. На этом все. У меня еще осталось немного времени, чтобы насладиться этим прекрасным солнечным днем, вкусно приготовленной едой и настоявшимся в термосе чаем. А вам я желаю великолепного дня, вечера, ночи и замечательного солнечного весеннего настроения, независимо от погодных и прочих условий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok